Привет, земляне! Сегодня необычный для моего канала формат Запись интервью со священником, у которого есть миссия в Мишеланке Спасибо отелю в Кендиан Бич, что он не стал с нас брать деньги Все-таки мы как рабы Божьи И отец Кирилл, расскажи о себе вообще, как ты пришел к Богу? К Богу путь был довольно длинный Сначала в детстве нашел ангелочка У нас вся семья неверующая, никто в церковь не ходил Я жил в поселке, где не было ни одного храма Еще в советские годы Это под Москвой Харпунова Вот там я вырос, ну я родился в Твери А жили в Подмосковье, потом перебрались в Москву Но вот все детство не было ничего Ни священников, ни храмов, ни каких-то книг, ни Библии И вот один раз где-то у нас там болото, это такая болотистая местность Нашел ангелочка, вышитого такого маленького И как-то вот так задумался В детстве еще какие-то такие интуитивные каналы, восприятия Что что-то за этим есть И вообще, что все не так просто То есть вот такой атеистический мир, там все, материализм Ну вот я чувствую, что вот это не предел Что-то за этим есть И вот постепенно, где-то вот лет шести Начало приходить какое-то такое ощущение, понимание, что есть Бог Вот и с того времени постепенно, постепенно это нарастало Вот, я помню, у нас появилось где-то, не знаю, в 89-м году Появился молитвослов в ларьке Ничего, не было, появился молитвослов И я вот как-то заинтересовался Его купил Мне было, ну не знаю, лет 7, то есть еще маленький И он у меня лежал, так я его забросил, кинул И однажды в школе какая-то проблема, что-то я накосячил То есть там вплоть до исключения Ну это поселок, рабочие 15 тысяч человек, то есть там одна школа Если я исключаю этой школы, это крындец И я, короче, ну плюс у меня родители еще там очень серьезно относились Там оценки, там хорошие, все должно быть хорошо То есть постоянно было вот это ожидание, что я будешь самым лучшим И тут какой-то скандал, чего-то я, наверное, бедекурил там И вплоть до того, чтобы меня исключить Вот, и в общем я понял, что никаких вариантов нет Просто вот тупо взял этот молитвослов и вот начал все читать Все подряд, просто подряд читая, ничего не понимал Понимаю, что вот как бы последняя надежда, что вот что-то может быть сработает вот так И сработало Вот на следующий день каким-то вообще путем вообще все разрешилось Все нормально, никто ничего Я вот понял тогда первый такой опыт услышанной молитвы И мне вот тогда это запало Вот, конечно, совсем забываешь там, да, ребенок там бегаешь, там сразу все забыл Вот, но потом еще там через два-три года вот еще такие ситуации повторились еще раз заодно А во сколько ты оформился как священник, во сколько лет? Ну вот я, смотри, я в 12 крестили Это в 90-е всех модно было крестить Да, то есть верующие, неверующие, неважно, всех крестили Вот меня тоже так вот Родители у нас всех тогда вот, там, моих там братьев, сестер Всех так вместе взяли, так крестили То есть я стал крещеным Но ничего, конечно, не понимал, не знал Было чувство, что это что-то очень хорошее такое Какое-то, вот у меня брат как-то не очень это воспринял А мне как-то вот было так вот радостно И вот тоже такие воспоминания тогда очень такие глубокие Что что-то, что-то есть Что-то это происходит, какая-то тайна И что это действительно духовная реальность за этим стоит Вот, и после этого, конечно, трудный подростковый период Безбожный, безбашенный И потом такое вот пробуждение какое-то начало происходить Где-то в 16-17 лет И вот я в 17 лет начал ходить более-менее в храм Там раз в месяц, где-то так И начал читать что-то, как-то узнавать, интересоваться И в 19, вот в 19 произошел поворот Потому что, ну в 17-е-то я в университет пошел И учеба, бизнес, финансы, экономика То есть ничего не предвещало Какое университет? Просто за границей Я в Канаде В Канаде учился в Йоркский университет И там бакалавр Менеджмент Бизнес-администрация Это наоборот мамона То есть это как бы главные деньги, бизнес, заработок То есть это как бы совершенно противоположные вещи Мне интересно было Не то, чтобы там бабос срубить Мне интересно было вот экономисты Они там из деревни могут сделать там Какую-то огромную индустрию, мегаполис Все организовать, построить Мне было интересно развивать То есть что-то такое вот Какой-то вклад позитивный внести У меня дедушка был промышленник Вот советского периода Один, другой То есть они поднимали вот советскую индустрию большую Бабушка тоже была У меня вот все как бы такие вот коммунисты, коммунары И ты нашел себе мессионерство? Ну потом Так вот, да И потом произошел этот поворот То есть я понял, что главный, так скажем, вклад Или, да, профит Доход, который я могу организовать Он духовный И вот произошел большой поворот Большой поворот 19 лет После второго курса На 180 градусов Вот, я сомневался там Пару месяцев меня как-то ломало То есть я не то, что там не знал Куда себе предложить У меня был четкий план Я как бы учился целенаправленно Целеустремленно К нему шел И тут вот Такие духовные люди Они мне помогли открыть Вот это призвание к священству И тогда все поменялось, конечно Там все были резко против Там готовы меня проклясть были И так далее Вот, но в результате Вот пошел, пошел И после этого 10 лет шел к священству То есть такой путь был довольно длинный Семинарии там, да? Мне предлагали сразу Вообще давай сейчас прям рукополагайся Все, что тебе там ждать Что там тебе париться Вот, но мне духовник сказал, чтобы я Все отучился Еще поработал Опыт получил В общем, для миссии Изучил язык китайский Всю культуру китайскую Вообще все-все-все-все-все-все Семинарии, конечно, академия И уже потом Ну давай У Аса Кирилла В Тайване есть свой собственный прикор Который он создал с нуля С храмом, с иконами С колоколами даже Которые он туда привез И этот опыт он транслирует Уже на Шри-Ланку И на другие страны И сразу такой вопрос Нескромный вообще Вот, канадское образование ты поменял Но все равно же священники Сколько ты зарабатываешь? Где же зарплата? Какая зарплата у тебя? Ну, нам переводят Патриархия Небольшую помощь То есть Которой хватает Как бы вот Только чтобы выжить То есть Какая-то базовая Такая вот помощь Приходит Но она Опять же Приходит С большими задержками И раз в году То есть Вот И обычно, конечно Ты не держишь На год Вот Поэтому Так в основном Регулярно Такое, чтобы капало Каждый месяц Такого нет Поэтому, конечно Это пожертвование Но Когда-то были подработки Какие-то Параллельные Надо было подрабатывать Потому что Ты просто не можешь А кем священник может подрабатывать? Таксист Можешь поначалу? Могу Ну, не пробовал Пробовал Было все Там я и чаем торговал Ну Не сам А был представителем По продаже чая В другой фирме И Представителем По Чистке Нефтезаводов То есть Вот эти вот Нефтеперерабатывающие заводы Там их надо чистить Я был Как бы Представим Я не чистил сам Но я был Да Представителем Российской фирмы И Ой Много всего было Там И какие-то баллончики Мы продавали Для Смазывания Великов Чуть Чуть У нас Скольких странах Ты уже был Уже Такой смеси У нас получилось Что вот этот Тайвань Где 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 Начался Приход Он Как бы Ближе всего Ко всем Вот этим странам Азиатским Где еще Ничего не было То есть Когда Мы начинали Там В 12-м году Приход Образовался В этом году 10 лет Как раз То Ничего не было Ни на Филиппинах Ни в Папуа-Новой Гвинеи Ни в Восточном Тиморе Вот эти все Страны Потихонечку Начали Там миссию То есть Сначала Филиппины Там Три тысячи Человек Обратились Два Епископа 15 Священников 30 Приходов Там Огромная Миссия Мне поручили Заниматься Я 40 раз С Тайваня Летал на Филиппины Чтобы вот это Двигать Потом Дальше был Восточный Тимор Миссия началась В Восточном Тиморе Там где-то Тысяча человек Сейчас Православных Тоже вообще Ничего не было Там Ни храма Ни одного Православного На всю страну Не было Ну вот Сейчас Там уже Тысяча человек Потом Потом Что у нас было Потом Попуа-Новая Гвинея Тоже Ничего не было Вообще По нолям Тоже Сейчас Тысяча человек Где-то Потом Были Неудачные Миссии Там где Как бы Не пошло Это Марианские Острова Вот В прошлом году Потом Была Миссия В Полинезию Тоже Там Так Все Не очень Пошло Потом Началась Почти год Назад В Шри-Ланку Я начал Летать Вот Это Вторая Моя Поездка Миссионерская Вообще Шри-Ланка Интересна Потому что Я здесь Был 30 лет Назад Вот Это Была Моя Первая Заграница Если Не считать Латвию Латвию Где-то Молдавию Там Еще Советские Годы Еще Советский Союз А Вот Именно Заграница Первая Была Шри-Ланка Тогда Здесь Была Война Им Было Вообще Не До Святых Дел Их Было Тогда 10 лет Я Тут Вряд ли Быть Что-то Мог Бы Рассказать Да Покажу В следующей серии Как Происходит Крещение Как Это Вообще Все Выглядит Миссионерство Но Как-то Цепь Интегрируется В современный Мир Как-то Ютуб Канал Не знаю Как-то Есть Или Вот Она Прям Артодоксальная Всех Воду Онлайн Крестить Не знаю Как-то Есть Ну Мы Как раз Миссионерский Наш Так Скажем Подход Он Самый Пробивной Но У нас С одной Сторон То есть Сохраняя Все традиции Чтобы не было Вот этого Как бы Либеральных Каких-то Вещей Потому что Все либеральные Миссии Все загибались Когда Как-бы Человек Ему Не важно Что Там Католики Православные Все Одно и то же Либералы То Миссии Неуспешные Вот То есть С одной Сраны То что Касается Веры То что Касается Вот Основных Моментов Надо Четко Понимать Что Ты Проповедуешь Кому Ты Проповедуешь Если Ты сам В это Не веришь Если Для тебя Самого Как бы То И Как бы Очень трудно Кого-то Убедить В этом Потому что Ты сам Не понимаешь Чего Ты Кто Ты Кому Что Ты Несешь Кому-то А С другой Стороны Надо Использовать Максимально Все Что Можем И У нас С ковидом Пошло Три Канала Ютуб Я Сделал На русском На английском На китайском Тоже Сейчас Больше Десяти тысяч Подписчиков Хотя Я В этом Вообще Не шарю Как Это Двигать Как Продвигать Вообще Ничего Не шарю Но Пошло Так Потихонечку А запрещенный Грамм Есть Инста Есть Но Некогда Просто Им заниматься Есть В России Запретили Да Но Я Не Как То Не Очень Твиттер Нет Твиттер Нет Фейсбук Есть Да Уже Мета Есть Фейсбук Плюс у нас Фейсбук И на русском И на английском Китайском Есть Для Восточного Тимора Фейсбук Есть Для Шевернгийской Миссии Фейсбук То есть Фейсбук Хорошо Пошел Вконтакте Нет Ну То есть Что-то пытаемся Но В зуме Вот Нас сейчас Интересно Что Китай Закрыт Там Вообще Все Запретили Но Мы Тем не менее Вот эту Броню Пробиваем Через Зум И у нас По зуму Сначала Были Только Уроки Занятия Православие Рассказывали А сейчас Мы уже Служим Прямо То есть У нас Например Там 15 человек Китайцев Все В разных Точках Китая И Все Начинают По очереди Вот Нас Служба И все По очереди Начинают Служить То есть Не то что Я служу А все Слушают По фейсбуку А все Участники Все Служат То есть Вот Это Креатив Пошел Да Да А в скольких Странах Православие Представлено Понятно Что С католиками Православие Не может Дегаться Слишком Больше Во всех Странах Ну В общем Сколько Сто Пятьдесяточек Ну Они Почти Везде То есть Православные Приходы Почти Везде Вот Я думаю Что там Где нас Нет Можно Уже По пальцам Посчитать По сути Вот Моя Задача А Проще Считать Да Да Моя Задача Как Вот Я Чувствую Призвание Как Раз Там Где Нет Максимально Чтобы Было Поэтому Уже Несколько Таких Вот На шланге Не Было Ну А Мусульманские Странно Если Ты Куда Там Дубай Полезешь Ну Это Была Моя Мечта Всегда То есть Мучеником Стать Поэтому Кстати Про Мумические Вопросы Которые Мне Прислали Мои Подписчики В Инстаграм Запрещенограм Почему Крест Почему Крест Почему Церковь Носят Орудие Быта Почему Батюшки Попы Ходят В черном А не В белом Вот Как Здесь Или Не В оранжем Как Монархи Ну Как Позитивные Цвета Почему Это Траур Тебе В Азии Если У тебя Не Был Как У Константина Со Всякими Штуками Святая Вода Тебе Было Жарко С Прием Но Я Пять Лет На самом Деле Умирал От Жары Потому Что Были Синтетические Мокрый Шелк Еще Что Я Вообще Тогда Не Знал Пять Лет Я Умирал Пока Не Открыл Крученый Шелк Есть Такая Ткань В Китае Делают Это Природный Материал Шелк Настоящий Но Он В отличие От Шелка Не Не Мнется Так Сильно Вот Поэтому Он Вот Расправляется Его Гладить Не Надо И Он Полностью Проветрится И Вообще Не Чувствуешь Вот Он Что Есть Что Нет Он Вообще Вот Это Единственный Материал Ну Еще Лен Но Лен Опять Он Как Мешок Он Очень Сильно Жмется Поэтому Вообще Сейчас Вот Я Уже Сколько Лет Шесть Вот В этих Подрясниках Мы Покупаем Ткань На Тайване Китайскую Перейдем В Россию Делаем Шьем Подрясники Потому Что Их Там Все Тоже Удивляются Откуда Такая Ткань Понимаешь Это Очень Крутая Ассоциироваться С трауром На самом деле Это Означает Покаяние То есть Это Пошло От Монахов Сначала Сначала Для монаха Главное Это Отбросить Все свои Грехи Очиститься Повернуться К Богу И вот Ему Надо Постоянно Чтобы Об этом Все Напоминало Они Носят Такие Четки Молятся Постоянно О Покаянии Иисусова Молитва Цвет Цвет Подрясник Напоминает Даже Вот на кресте Вот здесь Написано Образ Буди Верным Словом Житием Любовью Духом Верой Чистотой Это Из Библии То есть Нужно быть Образом Для всех Остальных А Чтобы быть Образом Надо Ну Бороться Со Своим Самолюбием Своей Нравием Грехами Со Всякими Поэтому Для Священника Это Очень Важно На самом Деле Подрясники В Православии Были Всякие Разные То есть Черные Это Последние 200 лет Где-то С 19 Века Пошли Черные До Этого Были Всякие Всякие Цветастые С птичками Всякие Веселенькие Позитивные Вот Просто Ну Наверное Грехов Много Стало Поэтому Покаяние Надо Больше Напоминать Почему Золотая Если одежда Трава Церковь Золотая Она Всегда Богачит Своих Прихожан Но Это Золото Оно Ассоциируется У людей С Царством Небесным То есть Оно Свет Оно Не имеет Какого-то Цвета Оно Как бы Излучает Ну Да Отражает Поэтому Оно Как Излучает Как сияет И вот Это Сияние Оно У людей Оно Очень Хорошо Ассоциируется С Царством Божиим Которое Является Царством Славы Слава Божия Поэтому Народ Он Самое Лучшее В Церковь В Храм То есть Если у нас В душе Для нас Важнее всего Бог То мы Все Самое Лучшее Ему Ему Поэтому Здесь Это Не какое-то Там Стяжательство Что Хочется Там Обложить Себя Золотом Далее А вот Именно На древних Иконах Даже Которые Сохранились Дореволюционные Там Прямо Вешают Всякие Сокровища Бриллианты То есть У кого-то Исцеление Кто-то Получил Какую-то Помощь От Бога Это Они Приносят И вот Прямо Украшали Иконы Вешали Внутри В киоте Под стеклом И Конечно Если Могли Заказать Какую-то Икону В окладе В серебряном Золотом В золотом Редко Позолочено Может быть Поэтому Это Именно Для Того Чтобы Ощутить Уже здесь Нахождение В Царстве Божьем То есть Рай По-церковному В золоте В золотом Кресле Здесь Брюлики Такие Веркающие Такой Небесный Бирюзовый Цвет Ну там На самом деле Двенадцать Камней Они перечисляются Да В апокалипсисе Книга Откровения Иоанна Богослова Там Прямо Написано Какие камни Там Берил Топаз Аметист Там Прямо Перечислено А лунный камень Есть? На Шиланке Очень много Наверное Наверное Есть Наверное Есть Это не яшма Это не вид яшмы Надо уточнить Ну там Много Двенадцать Или больше Я вот сейчас Чтобы не соврать Прямо Перечислено То есть И описание Этого Небесного Иерусалима Ну там Просто Благолепие Стоит попасть Мы Мы все дождемся Этого Сейчас мы Строительством Вот нас сейчас На Шиланке Позавчера Крестили Тридцать три человека Да Об этом будет Роль Это Даже символическое Тридцать три года Христа Жизни Христа Даже есть храмы Тридцать три купола Строят Поэтому Ну это и масоны Любят Тридцать три Это число Такое Окультное Но для нас Это конечно Главное Символизм Христа Православный церковь Планирует здесь храм Построить Как положено С колоколами А как же Надо строить Надо строить В Таиланде Вот я помню Ну 20 лет назад Я писал Хотел ехать в Таиланд Он говорит Что вот у нас На весь Таиланд Вот эта комната Это все православное На Таиланде Больше нет ничего православного Вот только Вот эта комнатка Где у нас Храм службы Сейчас на Таиланде Десять храмов Огромных Православных С куполами С колоколами Монастырь Семинария Священники Тайцы Уже местные Там вообще Все уже есть Ну тут Даст Бог Тоже будет А вообще Местные власти Ставят Какие-то препоны Они же все равно Тут или там Вообще везде Сталкиваются Да Ну Больше конечно Больше конечно В таких вот странах Типа Бирмы Вот в Бирме Нам не разрешали И сейчас Особо не разрешают Ничего делать Во Вьетнаме Резкое ограничение Но вот я больше всего Сталкиваюсь с Китаем Китай Это Это конкретно Я приехал тогда Я почему еще Миссионером Вот захотел Ну призвание такое Почувствовал Что приехав в Китай 12 миллионов человек Это Шэньчжэнь Огромный город Одна китаянка Захотела креститься И вот на 12 миллионов Огромных человек Не было никого Ни чтобы ее крестить Ни чтобы ее что-то рассказать Ни храма Ничего И вот тогда я почувствовал Это огромное количество Сколько народу Вообще проходит мимо Не имеет некой возможности Да Узнать Прийти У нас в России Да Ты там покаялся 100 метров в храм Пришел Да С Богом соединился А тут Даже вот в Шри-Ланка Сколько 23 миллиона Вот у нас тут Первая миссия началась А как вот насчет того Что храм Ну внутри человека Вообще Тебе не обязательно Ходить в храм Если ты В храм внутри Ты можешь помолиться Помедитировать Опять же Ну все В намольное место Какое-то прийти Здесь таких тоже полно Там Ну побыть в одиночестве Как бы Человек свободен Когда он одинок И ему Может быть даже не надо В храм ходить Или это все-таки Обязательно условие Ну вот Я так для себя Почувствовал Что после крещения По-другому Когда я начал Спрашивать что-то у Бога О помощи Да Чтобы он простил Я скажем Накосячил Что-то У меня Грязно В душе Там Как-то Плохо себя чувствую Духовно Что он Начал Ну как бы Моя молитва Начала доходить До него То есть Вот мне нужна помощь Если раньше Я там Куда-то мог Что-то сказать Но это было Как в никуда Я не чувствовал Такой вот помощи И обновления А после крещения Я начал это чувствовать Что Вот Где-то я куда-то Отплываю Какая-то разбитость Какое-то внутреннее Помрачение Покаялся Пришел И светло И мир Душа И вот этот храм Он восстанавливается А без этого Я его сам Не могу восстановить То есть Задача Задача Конечно Чтобы у нас Была наша душа Как храм И чтобы в нем Было светло Чисто Чтобы он Да Был Полон сил Да То есть Внутренней Духовной силы Света Вот И я понял Что я сам Не могу То есть Вот Что бы я ни делал Я увлекался И восточными Единоборствами Одно время И Оккультизмом Кстати Я увлекался У меня там были Рейки Маятники Вообще Чего только не было Ну То есть Там всякие Вот эти Рерихи Там Третий глаз Чакры Тоже через это Прошел Ну Я понял Что это Меня Ну Не Вытягивает То есть Я как бы Не могу Прийти в норму В мир С самим собой Да С жизнью С окружающим Миром Я вот Что-то Там Сделал Какая вот Рана Осталась И она Кровоточит Гниет А ты делал Это без учителей То есть У тебя не было Никаких наставников Сам ты процесс У меня Зараз Ну Я читал Литературу Так вот Именно Наставников Наверное Не было Только Из книг Какие-то Были Да Такие Гуру Учителя Которые Которые Да Я читал Увлекался Несколько лет Да Но так Чтобы быть Под руководством Чим-то Такого не было А в чем Разница Между Католиками И православными Один Бог Один Крест Там Небольшая разница Все В принципе Богу песни поют Почему так поделилось В Пратестане Католики Православные Сколько Направлять Не очень много Пратестантов Около Сорока тысяч Я слышал Если не больше То есть Пратестанты Они начали Вообще Делиться Дробиться Потому что У них Понятия церкви Единой нет У них Ты Я Мы Церковь Да Там Вывесили Вывеску Там Церковь Дяди Васи Все Церковь Дяди Васи Поэтому Они Там Дробятся Их Бесконечное Количество А вот Именно Таких Вот Где есть Церковная Какая-то Организация Их Конечно Меньше Случилось Ну Я тоже Католики Священники Не могут То есть Если священник То не может Диакон Может А вот Священник Уже Все А сколько Ступеней Вот допустим Как там Ифрейтор Сержант Полковник Есть Именно Священство Это Три Ступени Это Диакон Священник И епископ Вот А До Священства Есть еще Такие Малые Чины То есть Это Как бы Мирянин Еще Не Духовенство Но Уже Полудуховенство Вот Таких Еще Было Шесть Сейчас Осталось Там Всего Два Три Какой У тебя Титул Священник Священник Это Пресвитер Это Следующий Епископ Но Каждый Из Этих Каждая Степеней Она Имеет Еще Разные Ну Не то Что Подстепени А именно Для Административных Каких-то Моментов Еще Разные Подстепени Да То есть Ну Это На самом Деле Вот Скажем Все Священники Но Есть Иереи Есть Протоиреи Это Чуть Выше Я Ирей Если Выше То Это Протоирей Но Он Тоже Священник То Он Может То Самое Что Я Делать Разницы Нет Это Просто Как бы Административная Такая Фишка Административная Или Как награда Могут Наградить Вот Тебя Титулом Но По факту Это Ничего Не Меняет Зарплатили Увеличивали А Епископов Есть Четыре Например Да Есть Епископ Архиепископ Митрополит Патриарх Но На самом Деле Это Все Епископы Все Одного Уровня Все Могут Жениться Нет У У нас Епископы Не Могут Да Священник Может Если он Развелся Или Жена Умерла Может Да Только На Девственнице Ну Если Он Женился На Девственнице Тогда Он Может Стать Священником А Если Нет То Ну Сейчас Закрывают Глаза На самом Деле Да Вот Это На усмотрение Епископа Вообще Так Не Должно Быть Но Сейчас Закрывают Глаза В Большинстве Случаев Ну Про Католиков Я Не Рассказал Вот Я Сам Всегда Думал Как Же Так Такие Большие Столько Этих Больше Миллиарда Этих Католиков Во Всех Странах Да Плюс У них История Рим Да С Древних Времен Как Так Получилось Что Они Как Б Отдельно Мы Отдельно И У У У Региональное Какое-то Ответвление Что-то Такое Но Потом Я Понял Что Нет Что Наоборот Что Наоборот Именно В Православии Сохранилась Истинная Апостольская Церковь Которая Была Вот Из Кони А Именно Католики Они Отломились Отошли И Я Хорошо Отношусь Католикам Как Людям Но Католицизм Это Ошибочное Учение И Оно По сути Человека Приводит В состояние Духовной Слепоты Это Очень Жестко Звучит Но Я учился В католической Семинарии Четыре года Поэтому Я говорю Из Личного Опыта Не по Книжкам Ну да Я Оставался Православным Сейчас Католики Они для всех Открыты Приходи Кто угодно Даже Может быть Не христианин Может Прийти Хотя Это Сложнее Вот У них Экуменизм Католики Дух Экуменизма Все Должны Объединиться Не надо Говорить О разнице Все Одно и то же Все Просто Вместе Пиццу Едим Они признают Все Эти 5000 Религий Которые Существуют На свете Они признают Ну вот У них После Второго Ватиканского Собора Это в 60-х Годах Он прошел У них Произошел Вот этот Взлом То есть Их Хакнули До этого Католики Были Более Традиционными Они Четко Понимали Так Вот Церковь Вот Ты Крестишься Спасение Только Через Христа Только Через Христа Может Быть Спасение А После Ватиканского Собора Их Хакнули И теперь Они Говорят О том Что Везде Есть Истина У всех Какие-то Свои Пути Трам-пам-пам И в результате Это будет Одна Религия Мировая В которую Вольется Все Но Эта Религия Она Будет Это будет Единство Снизу Вот Мы Говорим О Единстве Сверху То есть Когда Мы Все Любим Бога То У нас Происходит Единство Духовное А Когда Мы Как бы Нам Не важно Какой Бог Он Такой Или Сякой Или Какой Нам Не важно Нам Главное Вместе Тусоваться То Тогда Это Единство Снизу Мы Просто Внялись За руки Потанцевали Поплясали Ура Тра Ля Ля Все Все Хорошо А что Там Ты Буддист Ты Мусульмане Да Какая Разница Какая Разница Главное Вот Мы Вот Тусовка Все Хорошо То есть На этом Принципе Единство Снизу И Вот И Они Противоречат Друг Другу Потому Что Если Мы Говорим Нет Мы Любим Христа Мы Хотим Чтобы Понять Чтобы Евангелие Было У нас Написано На Си Отца Чтобы Нам Жить Как Он Нам Заповедовал Переродиться Вот Это Утверждение Что Мы Рождены Во Грехе Как Должны Сразу Изначально Ты Родился И Ты Уже Грешен И Должен Каяться И Оправиться Ну Это Католики Как Раз Принесли Это Потому Что Первородный Грех Это Не Грех Это Вот Так Назвали Да То Это Не Грех Католики Назвали Грехом А Православные Святые Отцы Они Это Называют Прародительский Изъян Или Недостаток Или Какая-то Ущербность То Есть Это То Тот Отрыв От Бога Который Произошел После Грехопадения Адама И Евы То Есть Произошел Некоторый Надлом Ну Как Ущербность Нашей Природы Если Раньше Человек Мог Напрямую Видеть Бога Говорить С Ним Он Мог Называть Зверей Вот Звери Приходили Он Сразу Говорит Так Ты Собака Ты Кошка Ты То То Ему Интуитивно Это Дар Такой Был Еще Вопрос Да Был ли У Адама И Еву Клубок Хороший Вопрос Ну На самом деле Есть Разное Понимание И Нету Одного Вот Официального Понимания То есть Есть Богословы Которые Говорят Что Вот Буквально Написано Что Вот Он Из праха Прямо Вот Так Вот Сделал И Сделал И Вот Он Нулевой Адам Построенный Из праха Конечно Он Не Родился Не Из Чрева Да Но Это Вот Такое Фундаментальное Буквальное Понимание И Не И И Не И 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 Другое Понимание Оно Такое Что Он Создал Создания Которые Были Так Скажем Ну Физически Предшествовали Аврааму Адаму Но Вдунул В него Душу И он Стал Человеком То Что Может Он Когда То И Был Скажем Такой Полу Обезьяной Какой Неодертальный Он Не Был Человеком Он Не Был Не Был Души Бессмертной Вот А Именно Когда В него Вдыхает Бог Душу Он Становит Человеком Бессмертным Начинает Общаться С Богом И Начинается Другая Совсем Поэтому Есть Два Понимания Я Склоняюсь Что Наверное Все Таки Он Прямо Создал Но Я Не Настаиваю На Этому Да Это Не Я Я Обязательным Чтобы Верить В Библию Верить В Бога Не Обязательно Вот Именно Так Вот Буквально То Если Кому Легче Принять Что Были Неандертальцы Потихонечку А Потом Адам Пожалуйста Как Насчет Того Что Церковь Крестит Ракеты Я Считаю Единственное Дело Ну Я Вот Могу Поделиться Я Резко Против Этого Но Могу Поделиться Особенно В связи С тем Что Сейчас Происходит Мы Все Знаем Что Сейчас Происходит Когда То Я Был Наивным Когда Это Лет Сколько Девять Девять Лет Назад В Четырнадцатом Году Восемь И Я Действительно Думал Что Нужно Ну Не то Что Нужно А Что Россия Это Залог Объединения Всех Русских И Украинцев И Белорусов Всех Православных Россия Это Цивилизация Это Может быть И русским Немцем Да Да То есть Что Это Не Там Просто Вот Русские Там Этнические И Что То Что Происходит Началось Тогда На Донбассе Что Это Приведет К тому Что Мы Все Объединимся И Действительно Не будет Кому-то Узкого Национализма Там Вот Это Что Вот Скали на Ножи Там И Вот Я Учился На Украине Тоже В семинарии Год Я Как бы Видел Это Все Национализм Вот Эти Все Вещи И Тогда Я Наивно Думал Что Действительно Россия Она Хочет Ну Воссоздать Тогда Крым Присоединился И Что Это Ну Такая Война За Благое Дело Вот У меня Было Такое Наивное Чувство Я Для Этого Ездил На Донбасс Раз Не знаю Ну Много Раз Прямо Под Минами Прямо Нас Обстреливали Из Миномета И И Поэтому Я Тогда Сам Освещал Зушки Зенитной Установки Но Сейчас Очень В этом Каюсь То есть Я считаю Что Это Была Моя Ошибка Я Больно За Не Заплатил Но Остался Жив Слава Богу Там По Другому Я Как бы Заплатил За Это Но Заплатил Сполна И Вынес Из Всего Этого Что Это Обман Это Обман Во Первых Что Сейчас Вот Эти Все Святые Цели Цели Не Святые На Мой Взгляд Это Бойня Там Где Забивают Свои Своих То Есть Те Кто Сверху Обо Все Договорились А Народ Тупо Убивает Друг Друга Им Промыли Мозги И Вот Они Бодаются И Убивают Друг Друг И Ну Вся Эта Риторика Что Там Вот Мы Против Всего Зла Против НАТО Против Все Это Бла 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 Реально Там Есть Это Распасовка В Несколько Ходов У Которые Очень Плохие Цели Создать Как Раковую Опухоль В Которые Будет Убиты Как Можно Больше Русских И Украинцев И Кроме Этого Это Первое Как Бо Что Я Вынес И Все Это Второе Что Я Вынес Это То Что Любая Война Она Нет Бога То Есть Я Бо Не Благословил Сейчас Никого Идти Воевать Даже Если Скажет Вот Святая Русь Вот Там Защита Родины Встаем Пошли Кто То Встанет Пойдет Вот Если Кто То Придет Ко Мне И Спросит Вот Мне Брать В руки Оружие Идти Убивать Вот Святая Цель Задача Вот Я Не Благословлю Я Не Благословлю Я Об Это Писал В Своих Видео Какая Бы Это Не Была Цель Ну Скажут Что Вот Это Там Пацифизм Пораженчество Нет Для всей России У меня нет ответа Что надо делать У меня нет ответа Но для конкретного Отдельного Человека Я Сейчас Это Не Благословлю Тем более Ракеты Оружие Массового Поражения То Есть Это Однозначно Будет Использовано Для убийства Огромного Количества Людей Если Это Просто Для устрашения Тогда Зачем Его благословлять Ну Если У вас Какая Дубина Для устрашения Пусть Стоит Зачем Его благословлять Благословлялись Именно Для Того Чтобы Использовать Да Ну Молились Это Вот Протестанты Какие-то Католики Сектанты Они Благословляли Хиросима Нагасаки Я был На этих местах Где Они Хранились Ракеты На Острове Тиньян Это Марианское острова Там Была Миссия В прошлом Году Я Вот Видел Эти Просто Брали Их Благословляли Молились И Поэтому Да Поэтому Ну Когда Это Делают Православные Для Меня Это Боль Я Считаю Что Это Грубейшая Ошибка И Преступление Вот И Более Того Более Того Те Кто Их Используют Они Обманывают То Есть Вот У Меня Нет Сейчас Веры Никакой Тем Кто Будет Реально Их Использовать По Телевизору Говорится Одно На самом Деле Совершенно Другое Опять же Ну и Напоследок Напоследок Я Скину Ссылки Где Находится Ютуб Канал Отца Кирилла Выложу Свои Социальные Сети Будут Под постом И Хочу Напомнить Тебе Что Религия Заканчивается Там Где Начинается Вера В себя Если Человек Поверит В себя Что Он Часть Бога Что Он Подарен Всех Семь И Может Практически Все В своей Реальности То Никакая Религия Не Будет Нужна Пока Земля С Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор